приветствую всех любителей рукоделия сегодня я хочу показать как сделать вот такую вот брошку который можно украсить свою одежду например на 9 мая или на 1 мая вообще на любой праздник это такая брошка канзаж триколор российского флага а теперь покажу как она делается ну что готовы тогда начинаем для этого нужны ленты трех цветов синяя красная и белая ширина лента должна быть 5 сантиметра далее мы делаем квадратики 5 на 5 обязательно это надо делать на стекле потому что все остальное просчет так как у меня помощница вот помощник мой коврик это те насти под стекло точнее кайту коврик и далее паяльником так вот провожу паяльник должен быть хорошо разогретый и таким способом делаем но если на одну брошь то синих две красных две и белых три штуки конечно можно обрезать потом использовать зажигалку или свечу ну мне этот способ нравится больше потому что он намного быстрее а я люблю чтобы моя работа была и красивая и качественная и быстро и последняя краешек я конечно же сейчас тоже оформлю красиво что-то не осыпался 3 4 5 1 2 3 4 5 и последний раз 5 вот так все это получилось еще нужно тоненькая ленточка для бантика примерно 6 сантиметров больше не надо вот так вот вот она ленточка вот она ленточка Все. Квадратики очень быстро мы сделали. Теперь необходимо сделать сами лепесточки для ганутель. Для этого мне понадобится вот такой вот шаблончик. То есть здесь я вырезала из простой банки квадратик 3,5х3,5. И оформила вот такой еще тупой угол, что мне пригодится. Итак, берем квадратик и складываем изнаночной стороной внутрь. И блестящая сторона у нас, вот эта вот атласная лента, будет снаружи. Один раз и второй раз. Так вот, сложили. Приложили. Шаблончик. И очень аккуратно именно по поводу пальцев. Это очень горячо. И вот так вот прошлись. Все. И приклеилось, и обработалось. И все очень быстро. И так мы делаем все. То есть два красненьких, два синеньких. И три беленьких. И вот так. Вот так вот. Еще раз напоминаю, делать надо очень аккуратно, потому что паяльник очень горячий. И вот таким вот способом делаем все заготовки, которые у нас есть, все квадратики. И вот благодаря своему помощнику я сделала две красные, две синие и три белые заготовки. Теперь я буду пользоваться другим своим помощником. Это термопистолетом. На кончик я наношу клей. И вот так вот склеиваю все заготовки. Вот таким вот способом. Все-все заготовки. Очень аккуратненько тоже, потому что тоже все почему-то очень горячее. Но очень удобная. Без этих приспособлений работа была бы труднее, потому что все это пришло и бы сшивать. Только на кончик. Особенно надо делать аккуратно с белыми и красными, потому что клей так-то он прозрачный. А если вот так вот ты не в это тронешься, он становится белым. Очень аккуратно. В общем-то совсем маловато. В общем-то совсем маловато. И вот такие вот получаются лепесточки канзаша. Вот так вот. И последние два синеньких. Ну и все. И последние. Какая бы сторона крысее выбрать. Вот так. Все. Все штучки сделаны. Все лепесточки канзаша сделаны. Вот так. Теперь необходимо оформить нашу брошь. И каким же способом будем делать. Итак, три лепесточка вот так вот склеим, чтобы один был выше, а два ниже. Для этого на тот, который посередине наносим клей и прикладываем следующий. Прикладываем его ниже. Прикладываем его ниже. Вот таким вот способом. И придерживаем. Так вот. Чтобы он приклеился. Все. Приклеился. Приклеился. Теперь с этой стороны тоже наносим клей. Так. Не падать. И на второй, который мы приклеили, тоже наносим клей, чтобы соединить все вот эти вот уголки и все лепесточки канзаша. Вот что получилось. Вот такой вот лепесточек у нас получился. Дальше мы берем синенькие и точно так же приклеиваем чуть-чуть ниже. Вот так. Опять берем клей и наносим на лепесточек. Таким вот способом. И придавливаем. А обязательно придавливаем. И другую сторону клей наносим и на белый, и на синий листик. И опять придавливаем. Вот так вот получается. И последнее красное. Точно так же. Так. И с другой стороны. Клеился у меня. Так что там уже приклеился у меня. И вот такой вот уже можно сказать полуфабрикат. брошки получился. Вот так. Вот такая вот штучка. Дальше берем ленточку. ленточку. И из нее. И из нее. Формируем вот такую вот штучку. ленточку. И тоже между собой склеиваем. ленточку. Вот так. И вот так вот приклеиваем. ленточку. И вот так вот приклеиваем. Чтобы все вот эти вот склеенные части, которые ну не всегда получаются аккуратно. потому что клей все равно вылазит мы их спрячем так сказать схитрим вот так получилось ну теперь осталось за малым кто хочет может украсить а кому более нравится вот такой вот лаконичный ничего лишнего такая точнее лаконичная ничего лишнего брошь может оставить так а я решила украсить бусинкой которую я сейчас намажу клеем так такой небольшой сделаю акцентик он будет такой незаметный на все-таки акцентик вот так получается думаю очень красиво ну и осталось так как это брошка прицепить булавочку для этого я эту булавочку опять таки приклею термоклеем то есть я нанесу сравнительно большое количество клея и втоплю булавку и осталось дождаться когда она приклеится еще раз обработать клеем и все моя брошка готова